я остановил карту и вот мы сейчас возвращаемся к машине то есть очень удобная для грибников я думаю хороший и шляпка плотно этот ножка плотная бывает чистый грибочек радость грибника бывает грибочек покушанный червячок бывает грибочек закусон а это настоящий погрызон так жрал гриб проволочник ну что и под занавес вот такой мне красноголовик толстенный притолстенный вот это гриб режем видите какие у красноголовика кстати отличительные черта это вот эти вот чешуйки ножка сантиметра 3 даже 4 в диаметре давненько мне такие не попадались богатыри настоящий богатырь но отправляем нашим к нашему второму виду может быть уже третьем полне ханька несу молодец молодец кто молодец я молодец доброго воскресного дня друзья и зрители нашего канала по щучьему велению сегодня мы снова душа не выдержала отправляясь уже вместе с вальдемаром на тихую охоту вчера у нас еще был дождик сегодня сегодняшнего дня наступает очень засушливые дни поэтому ну что вот успеем сегодня собрать то значит и соберем под ногами очень хрустит мох очень сухо в этом лесу я нашла уже два боровичка маленьких вот ну я думаю что кое-что мы сегодня соберем и так тихой удачной тихой охоты и отличной прогулки вместе с нами и вот они боровички на сушку молочная зрелость вот сегодняшний первый мой улов в грибалке скажем в тихой охоте вот этот хорошенький но вот даже если сухо и много грибников это не факт что нету грибов с почином размашистым шагом бегу к машине будем менять лес на более влажный и тут не встречается мой любимец красноголовик вот даже несмотря на такой сухой лес мох вот растут такие замечательные подосиновики мясистая ножка аппетитная не только для червячка но и для нас ну и вот такая красивая шляпка ай да к нам в кузовок вот ребята и дожились мы до больших огромных боровиков вот шляпка сантиметров наверное 15-20 то есть это уже понятное дело бессортовой негодный в пищу весь изъеденный видим что значит вот это вот это здоровущий боровик вот как раз пример какого диаметра может вырастать шляпка понятное дело что такой гриб очень старый в пищу он не годится если вы помните я показывала на срезах вот эта часть трубчатая у молодых грибов как правило белая а вот с возрастом она уже становится вот такой вот насыщенной зелено-коричневой вот такой вот гриб где-то сигнализация зачирикала ворона не нравится что мы пришли вот они так информируют громко о том что мы чужаки заступили в лес ну что будем собирать вернулась назад вот только что здесь было не видела грибочек возможно он так как ничего боровик сегодня не попадаются вообще одни боровики попробуем срезать посмотрим что здесь ну на сушку пойдет уже потихонечку начинает дозревать грибочек и вот видите трубчатая часть набирает коричневатый оттенок желтоватый вот такая вот шляпка коричневая а вот растут дружины поганки какие-то тут более такой лес темный и красивая ножка надеюсь что он не червивы потому что плотная ножка то есть внутри я думаю что никто не живет из червячков так ну и тут вот еще один мог за сегодняшний жаркий день полностью высох так вот тут какая-то червоточинка потом я уберу посмотрю ну в общем вот два вот таких красавца мне попалась подосиновика замечательных так интересно в этом лесу подосиновики растут парами не два ой не три не четыре не один вот побольше подосиновичек и поменьше подосиновичек великолепные ножки это вот такие маховые подосиновики ну тут чуть-чуть какая-то червоточинка обычно такие ножки имеют маховые подосиновики вот им достаточно влаги хотя лес я сегодня рано-рано утром был еще мог был влажный а вот сегодня к вечеру мы выбрались на погребы на тихую охоту вообще сухо-сухо ну вот насладились такими исключительными красивыми произведения искусства лесными дарами отправляем к нам туисок у нас растет закрывается донышко собираем дальше ну а это прям не подосиновики настоящий змей горыныч я как-то тут говорила что только по два встречается это змей горыныч в трех головах но срезаем красавчиков раз-два-три очень приятные ощущения во-первых набрести второе срезать третье осознает что в принципе чистая ножка чистый гриб просто просто нет слов на картина репина называется знать как опоздали вообще опоздали видите какие большие грибы переростки он там еще вдалеке вот они везде в общем если бы я конечно не шастала там где я собирала а приехала сразу сюда я бы конечно тут с полными бедрами не красноголовиков а боровиков ушла видите очень много перезревших грибов так ну тут вот вижу один на рабу не менее ничего давайте его срежем понятно что это все грибы на сушку вот небольшая червоточина есть то есть это второсортный вид грибов даже может ближе к третьему вот но в общем как бы хорошо вот таких грибочков я уже не собирала почти 10 литровое ведро вот сейчас еще наверное да срежу вот такую вот ножку целый блинчик это можно сказать пол пиццы конечно обязательно закрою грибничку тоже было и были сегодня с утра я здесь по делам еще раз повторюсь была тоже машина стояла утром не так скрипел мох вот уже на динара шли поднимали не знаю на что надеялись но как бы это уже видно что очень старый гриб вообще без вариантов между прочим знаете когда идешь вот такие грибы старые уже начинают прям такой зловонный запах издавать вот ну в общем здесь очень большая грибница прямо вот на многие нара метров 500 потому что я иду большие грибы встречаются ну понятно что это переростки ну вот может вот этот еще сгодится сейчас посмотрю большенький но если юбка у него белая то еще можно его взять вот уже видите начало желтеть тут вот господи кто его паучок вообще на удивление наверное даже чистый гриб значит как я на сушку делаю значит я срезаю ножку пластинками это понятно и вот это трубчатый слой я я удаляю возьмем на сушку это будет хорошо и вот тут вот заметила вот тоже маленькую получше будет грибочек но тоже не не супер вот здесь еще такая молочного оттенка уже с едва заметным тенденцией желтеть но хороший очень любит знаете о проволочник не только картошку но и грибы вот зараза давайте его выкинем несколько раз мне попадалось так что я перебираю грибы варю все все отлично и потом смотрю проволочник сверху плавает ну думаю что в не единый проволочник нами съеден вот это мы просто себя утешаем что мы все хорошо перебрали все хорошо промыли я думаю что там достаточно вот еще один грибок в другую сторону посмотрела он оказался незаметен на фоне больших грибов в общем надо знать вот грибничка и стараемся вокруг вокруг походить я оставляю ведро и вокруг него кружусь вот тоже начинает немножко молочно-желтый оттенок вот гриб я думаю хороший и шляпка плотно этот ножка плотная если там и есть червячки очень незначительное количество которое высыпется при при интенсивной сушки при высокой температуре вот так что вот такая грибища у нас красивая вот конечно такими большими грибами очень быстро нас набирается ведро он довольно таки тяжелый о смотрите что я нашла как вы думаете что это за грибок такой очаровательный а это подосиновик какая гигантская ножка ножище ох я даже не могу достать ножом представляете вот на целую ладоху такой исключительный гриб вот это да вот это будет прям супер несу знаете как жезл настоящий жезл так тут бегает белка вот там еще кстати один гриб если он будет не очень хороший я прямо насажу на веточку пускай высушивается потом может быть зимой кто-то скушает найдут найдут применение но мне кажется это уже совсем смотрите шляпка как бы уже вышла из строя вот как же трубка не очень но ножка исключительная ножку я возьму сейчас еще туда режу ее вообще вот смотрите какой хороший зрелости так как тут быть не прям даже жалко такой гриб так мы сейчас делаем вот так вот я его просто эту губку отрежу так даже не всю буду брать а вот там где ножка это вот эта часть у меня пойдет на сушку она прям хорошая плотная потому что вот эта вот часть она уже такая знаете не очень а вот это вот плотный вариант так ну здесь тоже также возьмем одной рукой не очень удобно тут меня знаете мы конечно же на камеру показываем такие моменты которые ну к примеру там или сразу в корзинку или я выбрасываю этот гриб но на самом деле ребят мы очень щепетильно относимся ко всем грибам вот если нужна четвертинка она там живая целая значит мы берем четвертинку короче кромсаем гриб до последнего вот сейчас летняя волна грибов пройдет будем надеяться на зимнюю на осеннюю на позднюю осень сейчас посмотрим что здесь тут тоже такой же спелости гриб но ножка уже пусть чистая но она видите уже не годится то есть она уже тут вот стало ну как мокреть что ли то есть мы такой гриб брать не будем хотя исключительно чистый гриб так возвращаясь к своей кучке 3 рубля штучки вот базарный день можно и за копейку взять потащила ведро отбегу к ведру и вижу картину маслом кто-то срезал видно еще был маленький гриб но это самое выросла вон как ножка и вырос второй братец близнец вот он но это вот ножка то наверное может быть и ничего она видите подпитывается от корня вот тут здорово поела поел проволочник вообще кстати ножка даже ничего вот ну ладно мы убрать не будем а вот этого красавчика я срежу вот тут тоже где-то наверно проволочник вот так что идем за нашим ведерком может быть еще чем будете визуку покручу головой как сова на 380 градусов или на 360 надо ворочать потому что пройдешь вроде ничего нету возьмешь обернешься вот тебе еще один грибок в твою коллекцию так кажется вон там тоже грибок или это кусок коры еще раз возвращаемся к нашей кучки выгружаем это все ведерко у нас тут уже прибавляется надо уже скоро идти в машину время у нас к семи часам уже идет вот поэтому уже будем потихонечку закругляться грибы не только собрать надо сегодня но их обязательно надо перебрать потому что черви не дремлет они доедят остатки а мне нужно чтобы при высокой температуре они высыпались и в общем я смогла сохранить урожай наверное тут давненько никого не было поэтому мне повезло можно сказать с грибами обернулась назад шаг вперед и два шага назад замечательный боровик довольно таки крупный с чистой ножкой вот это вот я понимаю я думаю что он рос 23 дня вот это пойдет мне на жарку на грибницу вот большой грибок я даже наклоняться за ним не буду а вот там притаился еще один с этого ракурса я заметила конечно большеватый но возможно возможно будет очень даже ничего нет не годится и ножка тоже видите чистая ножка прямо изумительно чистая ножка ладно ножку возьму опять тот же самый проволочник я его разрезала видите как тут недовольно шевелится злиться вот а вот эту ножку я возьму она хороша сдала я свой урожай и пошла за новым мне тут же встретились два подосиновика которые я говорю что тут растет парами мне только один змей горыныч встретился вон еще пара там вообще прямо ребята там такие подосиновики на толстых ножках прямо азарт берет не могу но разве что это не красота опять почервоточил проволочник но это не помеха ну разве что это не красота это еще толще ножка и он еще толще вот так вот целую ладошку целую ладошку красавица ну что с началом нового ведра иду гуляю грибы собираю смотрите чуть я набрела ой моя слабость это красноголовики вот хоть что мне говорите краше гриба по крайней мере сейчас для меня нету я думаю тут два их тут три смотрите как целая семейка вот так вот опять змей горыныч это змей горыныч смотрите красота какая рядышком вот такой вот постарее там еще тоже но я его троица какая молодец небольшое да хорошее можно только на что вот губку убирать потому что она готовишь на губку убираем на губку лучше брать уже такой староватый третий сорт не брак но да 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 там он видно что вот тут вот можно хошь хошь убрать хошь не убрать у меня тоже пол корзины собрала и так подошла наша грибная охота концу сегодняшнего дня мы порадовались большому улову боровиков сегодня были у нас подосиновики тоже очень классненькие грибочки отличное настроение мой муж которого я сегодня уходила прямо вообще время проведенное в лесу за грибами не считается за время один час пролетает как пять минут всем спасибо и до новых встреч до новых встреч увидимся скоро пока 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 Продолжение следует...